Турция сдувается, Индонезия стабильно идет вверх. Что тут сказать? Ожидаемо. Об этом и других важных новостях расскажем сегодня в выпуске новостей Прян. С вами я, Ольга Логовская. Поехали! Турция, Турция, Турция. За последние полгода страна наделала столько шума в русскоязычном инфопространстве, что многим она, похоже, успела надоесть. Статистический институт Турции выпустил отчет. В апреле иностранцы приобрели на 50% меньше жилых объектов, чем в прошлом апреле. Россияне продолжают удерживать за собой лидерство по количеству сделок среди иностранцев. Но это все сухие цифры. О чем они говорят? Турецкий ажиотаж сходит, точнее уже сошел на нет. В прошлом апреле, когда на носу были выборы, последствия разрушительного землетрясения все еще были свежи в памяти и напугали многих, россияне совершили практически в три раза больше сделок. Тогда их было 817. Так в чем же дело? Можно сказать, что спрос на турецкое жилье возвращается на обычный уровень. Продажи сравнимы с доковидными и ранее ковидными. Даже если предположить, а это весьма грубые расчеты, что ежемесячно россияне продолжат скупать примерно по 290-300 объектов, то мы выйдем примерно на уровень 3,5 тысячи плюс-минус, сделав в год. Столько мы покупали примерно 5-6 лет назад. Следующий вопрос. Почему берут меньше? В поисках ответа глубоко копать не придется. Иммиграция усложнилась и подорожала. Вот и число россиян, имеющих турецкий ВНЖ, сократилось в полтора раза. Недвижимость за год по сути не подешевела. Ну а для тех, кто не просто покупал, а инвестировал, турецкое правительство подкинуло массу неприятностей. Яркий пример – закон о краткосрочной аренде, который на момент принятия содержал совершенно непонятные требования и все еще работает криво. Напомним, краткосрочкой считается сдача жилья на срок меньше 100 дней. Для этой категории объектов ввели массу новых требований. В частности, получение лицензий, согласие на сдачу всех жильцов, получать доход легально стало сложнее. К сожалению, на данный момент ни одна квартира на побережье пока не получила лицензию на краткосрочную аренду. У нас есть дома, которые собрали полное согласие всех жильцов. Заверили это решение у нотариуса. Мы подали заявку на лицензию. Прошло уже более трех месяцев и никаких результатов нет. Мы написали и позвонили в Министерство туризма, так как они сейчас контролируют этот процесс. Нам сказали, что у них в обработке 10 тысяч заявок. Поэтому ожидайте, все в процессе. Поэтому я предполагаю, что в этом сезоне квартир для легальной краткосрочной аренды, к сожалению, не будет. Последствия для рынка, понятное дело, крайне болезненные. В период бума появилась масса компаний, ориентированных на работу с иностранцами, зарабатывающими на аренде. И сейчас для всех наступили непростые времена. Конечно, правительство Турции понимает, стране нужна валюта. Суета, наконец-то, выражается в позитивных попытках сделать страну интереснее. Особенно для состоятельных иностранцев. В частности, вводят новые визы для диджитал-номадов, поговаривают, что даже туристические ВНЖ снова начали выдавать. Но все эти меры уже вряд ли как-то кардинально изменят ситуацию. Скоро увидим, результаты апреля – это уже дно или просто очередная точка на пути вниз. Ведь как туристическое направление, Турция по-прежнему вне конкуренции, а туристы часто становятся покупателями. Золотые визы в Европе исчезают одна за другой или, как минимум, условия получения сильно ужесточаются. В Португалии правила поменялись радикально, в Греции изменения происходят в данный момент. Власти Испании заявили о скором закрытии программы, не назвав, правда, конкретные даты. Но есть одно исключение. Рынок находится в ожидании запуска инвестиционной программы в Венгрии. Она должна была заработать уже с 1 июля и вроде как уже работает. Но купить недвижимость по ВНЖ можно будет только с 1 января. Инвестиции в недвижимость должны будут составлять от 500 тысяч евро, а порог входа по другим схемам составит от 250 тысяч. Резидентом покупатель может стать сразу чуть ли не на 20 лет. Что известно еще? Какие условия выдвигают венгерские власти? Этому будет посвящен очередной вебинар «Приан» с экспертами компании «Соланд». Ждем вас 28 мая, ближайший вторник. Участие бесплатное, а ссылку на регистрацию вы найдете в описании под видео. Курортные направления активно переманивают россиян. Яркий пример – Индонезия и всеми любимый остров Бали в качестве хедлайнера. По оценкам «Приан», интерес к стране вырос как минимум на 20% по сравнению с 2022 годом. И хотя точных данных по числу объектов, покупаемых россиянами в стране, не приводится, местные риелторы отчитываются о стабильном росте продаж. Так в чем секрет успеха? Приехать в страну относительно легко и удобно в плане виз. Россияне могут оформить визу по прибытии на 30 дней с возможностью продления. В конце прошлого года появилась мультивиза для туристов и деловых поездок. Не все, кстати, знают, что в Индонезии есть своя золотая виза. Правда, условия по ней сложно назвать интересными. Минимальный порог инвестиций начинается от 350 тысяч долларов. Хотя первые россияне уже начали оформлять такие визы. Правда, счет идет на единицы. Известно, что как минимум 3 гражданина России уже подали заявки на получение. И около 20 находятся в процессе оформления документов. Еще один важный плюс Индонезии для инвесторов и тех, кто собирается там жить – относительно стабильный курс местной валюты. За последние 5 лет турецкая лира обесценилась к доллару на 433%. Российский рубль на 41%, а вот индонезийская рупия только на 10%. Третий драйвер интереса – перспективы для инвестиций. ВВП страны растет по итогам первого квартала 2024 года на 5,1%. Плюс туристы постоянно подогревают рынок Бали. Здесь за первые 3 месяца этого года уже отдохнуло больше 3 миллионов человек. И это все еще не пиковое значение. А значит, все еще есть потенциал для большего подъема. Впрочем, агрессивный выход на рынок десятков девелоперов, многие из которых никогда не строили раньше в Индонезии, несет определенные риски. Слово эксперту. В следующую году и в дальнейшем, я думаю, рынок выйдет в более зрелую фазу. И уже во многом такая стратегия будет не обравданная и слишком рискованная. И, наверное, могут появляться проекты, которые будут либо затягиваться, либо вообще, может быть, не будут достроены. Поэтому тщательно проверяйте вашего застройщика, смотрите, какие проекты он уже построил, насколько он крупный, состоятельный и очень внимательно оценивайте эти факты. Особое внимание к локации – еще один тренд. Несколько лет назад, когда предложений было недостаточно, многие туристы соглашались жить на большом удалении от пляжа. Но сейчас все, или почти все, хотят первую-вторую линию. Это верно и для арендаторов. Поэтому в любом инвестиционном проекте в первую очередь выбирайте наиболее востребованную локацию. Если мы говорим про близость к океану, то максимально близко к океану, и это позволит вам обеспечить хорошие финансовые результаты вашей инвестиции. А теперь переходим к рубрике «Объект недели». Для нее мы выбрали объект на Северном Кипре. Находится он в Кирении, а среди локаций непризнанной Республики Кирения занимает особое место. Можно назвать ее самой престижной, самой европейской, самой цивилизованной. Действительно достойная инфраструктура и особый шарм. Поэтому именно здесь малоэтажных проектов больше, чем в других частях Республики. Вот новый комплекс, а в нем двухкомнатные апартаменты, в двух минутах ходьбы от пляжа и в пяти, правда уже езды, а не ходьбы, от центра города. Встроенная мебель, полностью укомплектованные кухни с ванной, объект по местным меркам премиальный. Ну и цена типичная для сегодняшнего рынка, чуть больше 200 тысяч евро. Конкретный объект и другие варианты вы найдете по ссылкам в описании. На этом мы с вами прощаемся до следующей недели. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Здесь мы рассказываем о недвижимости за рубежом и эмиграции. Гармония и мира в ваш дом.